В следующем году дороги Тверской области относятся к дополнительными стационарными приборами видеофиксации. В пунктах освидетельствования водителей на стояние опьянения появится новое оборудование. Работы по реконструкции дороги Москва-Санкт-Петербург в Торжокском районе возобновились. Обо всем этом на пресс-конференции рассказал главный госавтоинспектор области Валерий Кучерявых. Интересовали журналистов и другие животрепещущие вопросы. Например, готовы ли дорожные коммунальные службы Твери встретить зиму во всеоружии? Или же с приходом холодов в областную столицу вновь ожидает транспортный коллапс? С Василием Борисовичем Толоко каждый день на эту тему общаемся. И городом в этом году приняты меры. Сегодня уже в принципе готово количество техники, на ней есть водители реальные. Для выхода в город уже, как нас убедили, убеждают в первые гололеты, в первый снег. В прошлую зиму погода застала дорожные службы врасплох, а те, в свою очередь, зло отыгрались на автомобилистах, совсем не убирая дороги. Буксующие автомобили, полная парализация дорожного движения, несчетное количество аварий – все это было привычной картиной тех дней. Сейчас пожинаем плоды такой работы и привозим печальные цифры статистики. За 9 месяцев произошло почти полторы тысячи ДТП, в которых погибло 224 человека. Ситуация с аварийностью на территории области у нас достаточно сложная. К сожалению, она по сравнению с логичным периодом прошлого года обострилась. Погибших у нас произошел по итогам марта месяца. 19 человек погибло из-за состояния дорог, поскольку дорожные службы в прошлом году, в феврале и марте, несвоевременно производила определенные работы по содержанию дорожной сети. В эту зиму, по прогнозам Валерия Кучеревых, ситуация повториться не должна. Для полноценного содержания дорог в каждом районе Твери должно быть не по одной комбинированной дорожной машине для уборки снега и обработки проезжей части песко-соляной смесью. Как рассказал Валерий Кучеревых, на данный момент в районах имеется по три таких машины. Для сравнения, в прошлом году на весь город было всего четыре. Сейчас та техника, которая закуплена, регистрируется, проводится набор водителей. И в целом, в целом, после, и некоторая часть техники ремонтируется, в целом, после всех вот этих мероприятий, в каждом районе должно быть 4-5 КДМ-ки выходить ежесуточно. Если техника и ответственные лица в назначенный день и час не подведут и выйдут на дороге бороться со снегом, можно считать, что город будет спасен. Кроме этого, закуплены роторы, которые будут очищать город. Подготовлена техника снегоуборочная, ручки так называемые. Правда, и в прошлом году такие же оптимистичные прогнозы делал глава администрации Твери, демонстрируя по осени закупленные на зиму золотые ручки. Видел их кто? Сейчас сеет беспокойство и отсутствие нужного количества песко-соляной смеси. Ее запасы на данный момент держатся на отметке 30%. Правда, как говорит Валерий Кучерявых, на первый гололед должно хватить. На сегодняшний день остается нерешенным до конца вопрос и с местом для вывоза снега. Предполагается, что снежные свалки образуют в районе Боровлева и Бежицкого шоссе. Но на это еще нет положительного ответа от госсанопеднадзора. Остается открытым и вопрос по готовности районов Твери в предстоящей зиме. Не все районные администрации, как говорит Валерий Кучерявых, заложили в контракт и вывоз снега с улиц. То есть убирать-то они их будут, а кто будет вывозить сегодня с районных улиц? Это Симеоновская, Желябова, Веселова, Комарова в Заводском районе. Кто с этих улиц будет вывозить снег, пока непонятно. С федеральной дорогой, по словам Валерия Кучерявых, как и в прошлом году, проблем быть не должно. Организации определены, техника есть, деньги выделены. На дороге регионального значения пришла новая организация. Старая за то, что не справлялась со снегом в прошлую зиму, в этом от работы отстранена. 20 октября должностные лица должны будут отчитаться об окончании подготовки к работе в зимних условиях. Жители же оценку коммунальщикам и местным администрациям смогут поставить сразу после первого снегопада. Елена Михайлова, Андрей Шибаев, Рентовый пилот. Протоколы писать за эти вещи.